С 1 января 2019 года все муниципалитеты Подмосковья перешли на раздельный сбор мусора. Хинки внедрили эту систему еще в прошлом году. На многих площадках городского округа установили синие контейнеры для сбора чистых отходов – металла, бумаги, пластика и стекла. Для утилизации прозрачных и полупрозрачных пластиковых бутылок появились специальные сетчатые контейнеры. Также с 1 сентября прошлого года все образовательные организации городского округа перешли на раздельный сбор мусора. В школах установили специальные контейнеры, чтобы дети приучались сортировать отходы. Дальнейшее развитие программы губернатора Андрея Воробьева по раздельному сбору отходов в Химках обсудили на общегородском собрании вместе с главой муниципалитета Дмитрием Волошиным. Руководитель администрации отметил важен тщательный контроль системы. Компании, которые занимаются вывозом мусора, мы хотим, чтобы были зарегистрированы в наши налоговые, платили нам налоги. Мусор этот не должны разбрасывать. Для этого Госадом Технадзор будет нам помогать, штрафовать нерадивых наших подрядчиков. Также на оперативном городском совещании поздравили руководителя следственного отдела по городскому округу Химки Дмитрия Баранова. В прошедшие выходные сотрудники правоохранительных органов отмечали день образования Следственного комитета Российской Федерации. Кроме этого, на собрании обсудили предстоящее окрещение. Традиционно в Химках оборудуют зоны массовых купаний. В этом году купели будут расположены на территории арены Химки, канале имени Москвы, в микрорайоне Новогорск, в зоне учебно-экспериментального комплекса Академии гражданской защиты МЧС, а также в микрорайоне Подресково, на территории зоны отдыха Форелевое хозяйство. У каждой купели священнослужители проведут церковную службу. Время работы купелей с 21.00.18 января до 9 часов вечера 19 января.